Хочу просто с вами поговорить, дело в том, что на самом деле весь трейдинг он основан на понимании рынка, как научиться понимать рынок, поучиться понимать рынок можно только в одной ситуации, это когда вы делаете и просматриваете большое количество графиков, записываете себе все на картинку, потом смотрите как инструменты себя ведут, это единственный вариант, единственный вариант, который вам поможет понимать рынки. Меня очень часто задают вопрос, как я научился понять. Дорогие друзья, я недавно достал там свои записи, которые у меня были суммарно, да, вот так вот суммарно за все время я сделал практически где-то миллион трейдов и просмотрел суммарно где-то приблизительно 10 миллионов графиков, наверное. Я раньше смотрел от 1000 до 2000 графиков в день, а на выходные и того более. Мы недавно с Ильей, с одним из моих трейдеров бывших проверили наши записки и мы посмотрели, что мы только за выходные дни, только за выходные дни тратили в среднем 16-17 часов на графики и на их анализ, да. Мы могли за выходные вдвоем просмотреть там 3-4 тысячи графиков, 3-4 тысячи. И если вы действительно посмотрите, то в какой-то момент, когда вы будете смотреть на определенные графики, вы начнете видеть, что вы понимаете, потому что, по сути дела, очень часто картинка, она повторяется. Если вы посмотрите на то, чему учу вас я, я все время обращаю внимание на одни и те же вещи. Уровни, они очень часто повторяются, да. Поэтому основные вещи вы должны принимать как просто должное, да. Мой совет один. Не задавайте себе вопрос, почему. Вот это основная проблема, которая убивает всех трейдеров. Когда все трейдеры начинают смотреть, они начинают задавать себе вопрос, почему, почему это, почему то. И когда вы видите картинку и вы начинаете себе задавать вопрос, это то, что вас убивает, потому что вы пытаетесь сложить 2 плюс 3 и получить какой-то результат. Трейдинги не всегда это правильно делают. Почему я вот сегодня попытался с вами немножко поговорить, помимо там каких-то картинок. Просто вы должны понимать, как себя ведет инструмент. Сейчас я вам покажу вот этот один из инструментов, который я хотел показать. Сейчас, одну секунду. Я вам объясню, на что обращать внимание и как это работает. Вот смотрите, очень интересная акция. TDT, TDT. Смотрите, если вы посмотрите на эту бумагу, вы увидите, чтобы очень сильный геп и инструмент, видите, дальше не идет. То есть, скорее всего, здесь какой-то будет ложный пробой, после этого инструмент пойдет вверх. Когда вы видите такую картинку, задайте первый вопрос себе. Почему инструмент, почему инструмент не идет вниз после роста в 100%? Смотрите, только за этот год, с января месяца акция сходила 100%. Почему она не откатывается вниз? Потому что там сидит крупный игрок. Смотрите, дальше отвечайте себе на вопрос. Когда вы видите вот такую картинку, вы должны понимать, что те люди, которые зарабатывают 100% и видят акцию после гепа, многие из них хотят частично выходить из этой акции. То есть, многие маленькие игроки пытаются выходить, а один большой игрок скупает. Вот это очень и очень важный фактор. На этот фактор обязательно, дорогие друзья, обращайте внимание. Так как Александр Михайлович, есть хорошее настроение, обязательно можете задать пару вопросов, по акциям я отвечу. Вот вопрос. Это неплохо, если трейдер объясняет себе, почему он зашел именно туда. Это очень плохо. Объясню почему, мистер Магу. Дело в том, что объяснять себе нужно, когда ты делаешь домашнее задание. Когда ты делаешь домашнее задание, у тебя все должно быть прописано. Должно все быть прописано. И один ответ. Если у тебя все прописано, ты должен просто исполнять. Когда ты уже начинаешь входить в акцию, ты не должен себе уже объяснять, почему ты в нее вошел, потому что там было сделано домашнее задание. Это очень и очень важный фактор. Не совсем понятно задавать себе вопрос, почему или нет. Только что сказали задать себе вопрос, почему я про акцию ТДТ. Внимательно. Слушайте меня внимательно. мы смотрим только Дневки. Я сказал внимательно слушайте меня. Задать себе вопрос нужно, когда ты анализируешь бумагу, а не когда ты в нее входишь. Очень часто у вас у всех проблемы. Вы увидели какую-то бумагу, вы туда зашли, а потом вы начинаете объяснять себе. Что я пытаюсь вам объяснить? Нужно сначала проанализировать инструмент и только потом в него входить, а не наоборот. У очень многих из вас начинается, вы вошли в сделку и вы начинаете себе ее объяснять. Я за то, чтобы ее объяснять, объяснять до входа. То есть домашку обязательно. Это очень важно. Когда вы сделали домашнее задание, когда вы прописали себе алгоритм, вы должны просто его исполнять. Сегодня я разговаривал с одним из моих студентов, который… Давайте я просто расскажу короткую историю. Есть люди, которые на самом деле очень толковые, у которых в трейдинге очень быстро получается. Этот парень, который через три месяца, через четыре, начал зарабатывать деньги. Он ко мне, конечно, не пришел уже нулевым, он уже до этого торговал, но торговал там плюс-минус, 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 там такой легенький минус. Когда он попал ко мне на программу, я в принципе его привел в чувство, у него стали очень хорошие результаты. Через четыре месяца он поддавал 65% положительных сделок. Это честно, это феноменальный результат, феноменальный результат. И когда он начал показывать такие результаты, ему началось в голову какое-то затмение приходить. Он постоянно стал думать, а что я не так делаю, а что я не то делаю. И я ему сказал, я говорю, Георгий, настоящее имя не вымышлено абсолютно. Я говорю, я тебя очень прошу, перестань думать, у тебя феноменальные цифры. То есть что я хочу? Делайте домашнее задание, отрабатывайте свою домашку, ни о чем не думайте. Потому что и когда вы строите свою систему, вам обязательно, обязательно нужны определенные параметры, которые в самом начале должны быть неизменными. Если вы в самом начале своей торговли или построения своей торговой системы будете менять свои параметры, вы никогда ее не построите. Система в начале, она даже может быть неправильная или может быть не супер хорошая, но если вы построите хоть какую-то малопомальскую систему и сможете с ней работать, вы сможете как конструктор ее подкручивать. Знаете, когда делают какие-то запчасти, в свое время в Советском Союзе там все дети учились работать на токарных станках, тогда делали, потом все это шлифуется, замеряется там, размер шероховатости и все остальное, и только потом подгоняется определенная запчасть. Так вот, дело в том, что в некоторых отраслях, особенно тонкое машиностроение точное, где действительно принципиален каждая десятая доля миллиметра, там очень важность шероховатости и все остальное, иначе машина по-простому просто будет съедать определенные слои, и она в какой-то момент перестанет работать, увеличивается люфт, все, что связано с подшипниками. Там тоже все должно притираться. Там очень многие вещи, они их сначала прогоняют на машинах перед тем, как по-простому устанавливают. Поэтому, дорогие друзья, даже если ваша система в самом начале не будет идеальной, это абсолютно нормально, абсолютно нормально. Самое главное, чтобы у вас была система. Пускай